Вот, если позволите, вот такой вопрос. Вы же продолжаете отработать в институте своем, правильно? Пока не выговорим. Надеюсь, это еще... Нет, вообще никогда не произойдет. Так вот, скажите, пожалуйста, как вот ваша лаборатория на сегодняшний день справляется в условиях кризиса? Очень долго. Очень долго. Вы там даже какое-то оружие искали? Да, не какое-то оружие. Химическое оружие затопили в 1947 году. А, кстати, вот это интересный снимочек. Это вот на этом Аргусе. Как раз я вот такой в Белой Рубачике, значит. А это тоже первое у меня погружение. Это море Бисмарк, одно Гвинейское море около Нового Гвинея. Это 1974 год. Вот это тоже, опять же, Белой Рубачике справа. Да, это все погружение мои на разных подводных аппаратах. Мне довелось бы на всех системах подводных аппаратов, включая мир, который вот, на которого ЧНК окружался на Северном полюсе. Кстати, ну, в моей лаборатории много чем занималась. Но дело в том, что мы действительно занимались поисками оружия химического в Балтийском море. Это никакого не секрет. Неужели нашли? Нашли же, нашли. Они его затопили в своем году и забыли где. 800 тысяч тонн бомбных снарядов с Ипритом. Наши союзники. Это весь химическое оружие Гитлеровского райка. Они знали, как его обезвредить. Тогда океанологию знали плохо и решили его затопить до больших глубинок. Ну, и потом закрывается грунтом, захоронится и все уйдет. Но что произошло? Когда повезли, американцы топили, а не Либертиз, писаные, набили этими ящиками. А наши, россияне, значит, они за Либавой просто с кормой кидали ящики отдельные. Теперь это очень трудно найти между Либавой. Но это не в этом дело. Дело в том, что считали, что будут захорониться и все. Но, во-первых, разъявлялся шторм чудовищный. Их стали топить не в главной части Атлантики, куда шли, а в Северном море, прямо на выходе Литрадских проливов. А, во-вторых, произошла очень нехорошая вещь. Наши в Готланды топили. Это сейчас я могу говорить, что это не секрет. Если это секрет, то не для нас. Во всяком случае, да. Ну и за 50 лет химически агрессивная морская вода проела стальные оболочки снарядов и бомбы, и брит пошел в воду. А течение взнесли от ботнического залья по всем Балтийскому театру. А дальше следующее. Меня пригласили в генда, ботогиды НАТО. НАТО было несколько лет назад. У меня был заказной доклад по поводу результатов наших поисков. Подкрут ушли корабли. И теперь не ясно, где ее искать. А и брит идет. Вот. Причем интересное разделение позиций. Нас было из-за России двое. Директоры Кринкарского института, профессор Пак и я. Все западные эти, Дания, Германия, Норвегия, встали на дыбы. У них есть комиссия. У них в ней редко не чеши, сама пройдет, грубо говоря. А наши резкие доклады о том, что это опасно. Как сказать, русские специально раскачивают лодку, чтобы деньгу скачать. И поэтому, значит, ну, понятно, они тут же засекретили данные, журналистов не упустили. Кто же будет есть рыбу из Балтийского моря, если это получит общественную информацию, да? Поэтому в данном случае мы как бы и не скрываем, а они все секретили. Поскольку это вопрос коммерческий. И Дания, и другие страны живут рыбоносы. Вот. Ну, мы искали, нашли там пять затопленных садов с химическим оружием. Что будет дальше? Господи, еще и эти напасти. Но, тем не менее, из всех своих путешествий вы всегда возвращались домой. Либо вы родили по любимому Питеру. То есть, что вы имеете в виду, что я не вернулся домой? Нет. Это, кстати, старый вопрос в советской анкете. Были вы за рубежом, если вы вернулись, то с какой целью? Нет, ну, Александр Моисеевич, вы много путешествовали. Были всякие сложности во время этих путешествий. У нас сейчас, к сожалению, мы просто хотели бы вам рассказать, честное слово, у нас просто времени уже сейчас не хватает на то, чтобы вы рассказали... Не надо. Не надо. Читаю немножко следую кем. Вот. Не хватает времени на то, чтобы рассказать о тех жутких приключениях. Натанки, связанных с опасностями для жизни, испытывали Александр Моисеевич. Я вот о чем хочу сказать. Что, несмотря на все это, вы удачно, всегда слава... Знаете, дело в том, что насчет приключений я могу сказать, вот у меня... Псюшок, правильно. Неоднократно за годы моих экспедиций страх я испытывал, ибо коварен маршрут. Тем, кто требует, что нигде ничего не боится, не доверяю, поскольку, наверное, врут. Нервные клетки не раз приходилось мне тратить. В небе горел, штормовал у оскаленных скал, в глубоководном на дне побывал аппарате, и под прицелом ревнивого мужа стоял. Прыгал на лодке с порога в районе Таннаха, одаревая объятую ужасом плоть. Доблесть не в том, чтобы вовсе не чувствовать страх. Доблесть, криво, менее страх побороть. Остерегайся его ядовитых укусов. Невычислимо движение горних светил, не позволяй в нежелании праздновать труса, чтобы врасплох он внезапно тебя захватил. АПЛОДИСМЕНТЫ Я был в 1963 году на борту Крузенштерна во время какой-то полярного дня в Северной Атлантике. На нервной почве. Как и все остальное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ